здравствуйте сейчас на этом уроке на сегодняшнем разберем обработчики как работают обработчики событий клавиатуры то есть нас для того чтобы понимать как вообще windows воспринимает клавиатуру немножко порисуем в пейнте да то есть у нас есть три состояния клавиши то есть первое состояние она отпущена второе это нажито ну и третье опять отпущена но это только это нужно для того чтобы понимать как работает клавиатура то есть если у нас вот это время ось времени то во времени мы вначале надавливаем кнопка опускается вниз а потом ее отпускаем то есть вот эта кнопка еще не нажито это нажито это отпущены теперь у нас есть три обработчика события 1 обработчик события называется кей down и срабатывает когда мы опускаем кнопку то есть на переход из состояния 1 состояние 2 если мы удерживаем в состоянии 2 кнопку то у нас генерируется кей пресс то есть мы нажимаем кнопку и третье это у нас мы отпустили кнопку переход из 2 в 3 это кей об кнопка идет вверх теперь давайте приступим к непосредственно к программированию создадим новый проект windows форма плетейшим и нам понадобится так текстбокс и метка теперь если мы перейдем вот эту молнию это у нас события и найдет здесь боку к этому увидим кей даром кей пресс киев 3 события давайте вызовем все три обработчика ткс 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 текст равняется down то есть теперь когда я опущу кнопку у меня в лейбал один мы увидим down что появилась подпись то есть этот событие сработало потому что если мы сразу все три события пропишем то у нас после дома сразу срабатывает или пресс или а и мы уже не увидим что это событие сработал значит здесь мы пишем пресс здесь мы пишем а давайте увидим как эти обработчики срабатывают теперь последовательно то есть у нас да он происходит у мы его не идентили удерживаю его видим что пресс происходит я отпускаю происходит все происходит причем пресс происходит постоянно только давайте ещё сделаем такую фишку можно чтобы все увидеть то есть мы сделаем мой был один текст равняется Advais будет в той последовательности в которой эти события генерятся они добавляться в лейбл один текст срабатывает то есть у нас вот я down, press, up то есть я нажал пробел теперь если я нажал down потом у нас происходит пресс и up то есть мы увидели каким образом срабатывает наша последовательность, то есть сначала keydown, потом keypress, потом keyup теперь давайте научимся понимать что именно нажал пользователь то есть если у нас еще одна фишка, что у нас допустим когда происходит down, то мы можем отменить какую-то клавишу, то есть здесь в e есть keycode так, сейчас так, убираю теперь у нас наши обработчики keydown то есть сейчас я набираю, то есть keyvalue это у нас числовое значение кода клавиши то есть для того, чтобы узнать числовое значение кода клавиши, вы можете просто это значение записать в лейбл 1 то есть допустим я не знаю какой клавиши какой код числовой но я просто пишу так точка ту стрим лейбл 1 текст равняется ekvalue теперь я запускаю и начинаю печатать буква d у нее код 68 у запятой код 188 у единички у двойки 50 у единички 49 то есть мы узнаем код каждой кнопки просто и теперь для определенных кнопок мы можем прописать правила то есть если у нас keyvalue равняется какому-то конкретному значению то мы можем что-то сделать обработать то есть каждый раз когда пользователь нажимает запятую мы можем там не знаю каким-то образом реагировать на эту запятую кричит у него не знаю беззор как убыли не знаю почему это у него лёг который около Так, теперь сейчас посмотрим, как, то есть одной из часто решаемых задач является у нас необходимость отменить. Продолжение следует... Так, для того, чтобы отменить нажатие клавиши или блокировать нажатие какой-то конкретной клавиши, нам нужно в E SUBPRESS KPRESS поставить в TRUE. То есть если мы вот в это свойство SUBPRESS KPRESS записываем TRUE, то когда мы уже разобрались, что 188 это код с запятой, то есть если мы нажимаем запятую, то она не будет нажиматься. Давайте проверим. То есть вот я вложу код и мы видим, что код 188, но он не отображается. То есть так мы можем запретить любую клавишу от нажатия. То есть по-моему там или однерки, или двойки 49, по-моему, была однерка, мы смотрели. То есть сейчас мы делаем, если однерка, то она тоже будет не печатать. Вот я нажимаю однерку, она не печатается. То есть важная задача при программировании это создать пользовательский интерфейс, в котором пользователь не сможет сделать ошибку. То есть, к примеру, когда мы создаем папку Windows, то там нельзя использовать определенные символы. Там проценты, всякие энды и так далее, двоеточие. И Windows, когда мы пытаемся создать такую папку, пишет сообщение, что мы не ввели неверные символы. Точно так же, ну то есть один из способов, чтобы пользователь не мог ошибиться, то есть если у вас, вы хотите, чтобы он номер кредитной карточки вводил только в виде чисел, без имен, и имя и фамилию вводил только буквами, не используя символы букв, не используя буквы. То есть имя и фамилию без цифр вводил, используя только буквы. То вы можете отключить или цифры, или какие-то спецсимволы, которые нельзя вводить. И в этом случае пользователь, у него будет меньше шансов на ошибку, на опечатку и так далее. То есть когда вы запретите те или иные символы. Вот для этого используется у нас K-Down. K-Press и K-Up используются для валидации после нажатия. То есть после того, как уже пользователь ввел те или иные данные, то есть, к примеру, если он вводит e-mail, ну тоже здесь можно подсчитать, сколько раз он ввел собачку, и не дать ему ввести два раза собачку или какие-то запрещенные символы в e-mail. Вот, а так, чтобы вы понимали, то есть у нас есть K-Press, K-Up, K-Down, и E-K-E-Value это у нас наш код клавиши, который нажали. В принципе, все, что я хотел сказать про обработчики событий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!